МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! На альтернативном телевидении Бурятии спортивная программа Танис Орла. И, как обычно, по вторникам я, Владимир Банчиков, и мои юные коллеги приготовили для вас свежие новости из мира спорта. Поехали! Размер имеет значение. Борцы из Бурятии выступили в чемпионате и первенстве России по любительскому сумо. Соревнования проходили с 21 по 23 марта в Смоленске. В нашу сборную представили 4 спортсмена, которые в итоге завоевали 3 бронзовые и 1 серебряную медаль. Накануне прошла матчевая встреча всемирной серии бокса, где наш боец Тамир Галсанов стал соучастником разгрома китайской команды. В поединке Тамир не уступил ни в одном из трех раундов и выиграл у своего оппонента Джан Юнь Хэ со счетом 148-137. Итого 5-0 безоговорочная победа российской команды. Также добавим, что наш состав находится на третьей позиции в своей группе, в которой она держала две победы и имеет три поражения. Восходящая звезда лыжного спорта России Алиса Жамбалова завоевала бронзу на чемпионате России. Бурятская спортсменка в гонке на 30 километров добежала до финиша всего лишь с трехсекундным отставанием от золота. Напомню, что до этого наша лыжница стала второй в скейтлоне на 15 километров в рамках того же чемпионата, проходившего в Ханты-Мансийске. Наш корреспондент Будамунхоев продолжает готовиться к стрелке, к турниру по смешанным боям среди любителей. Он уже успел получить свой первый синяк и, честно говоря, даже не знаю, что с ним будет дальше. Тем не менее, Будане сдается и продолжает усердно работать на тренировках. Ну а мы продолжаем следить за его успехами. Смотрим. У нас будет своя UFC с парикмахерами, строителями и корреспондентом. Еще с раннего детства обожаю фильмы по единоборствам. Эпоха ВХС-кассет, Джеки Чанов, Сталлона, Ван Дамвхи и прочих звезд. Страсть к таким Глентам не остыла и до сих пор. Причем мне нравится смотреть не только на бои, но и на нарезки с тренировок. На экране все выглядит очень бодро и весело, но в реальной жизни весельем даже и не пахнет. В зале стоит еле выносимый запах пота и духота, а сам процесс сродни пыткам. Если не гонять народ, они не будут где-то работать. Они будут просто ходить и валять дурака. Мне этого не надо. Не было такого, чтобы хотели просто подраться. Здесь приходишь, чтобы к чему-нибудь научиться и к чему-нибудь стремиться и для себя, и для кого-то защитить. Для этого люди приходят сюда. Я не вижу, если нет характера, нет бойца. Лучше быть с характером. Пока я хочу посмотреть на характер человека, чтобы дальше его тренировать, не тренировать. Или просто оставить в стороне и больше ничего не делать с ним. Прыгаем, прыгаем. Ноги должны гореть, да. Если на пределе, это получается, что на следующей тренировке он будет больше готов, чем на этой тренировке. Он сейчас за полтора часа все сдох. Это не значит, что на следующей тренировке полтора часа он сдохнет. Он, наоборот, будет дольше работать. У него дыхание больше и дыхательная система больше будет работать. У него не будет таких проблем, что отдышаться. Совершенствовать самого себя. Это надо пахать и пахать. Вот сейчас начинается самая легкая часть тренировки. Практическая часть. То есть сейчас мы отрабатываем прием в спаррингах. Я лично воспринимаю это как игру. Забари другого человека так, чтобы он не заборол тебя. Вот, покажи, пожалуйста, прием, который ты хотел бы показать в первую очередь новичкам, да, что для самого начала будет полезно. С самого начала для борьбы надо сделать, поставить стойку. Чтобы поставить человеку стойку, сперва надо эту стойку поставить. И первое задание у них всегда такое бывает. Проход в обе ноги. В такое положение работаешь. Отсюда с наклоном наклоняешься. И отсюда проходы делаешь. Пускай клинчи, броски и партер не столь зрелищны, борьба была и остается одним из сильнейших оружий в мире боев по смешанным правилам. Как там говорят-то борцы. Один прогиб, и ты погиб, да? В общем, удачный бросок или проход в ноги способен перевернуть любой, даже самый провальный поединок для спортсмена. Поскольку хорошая позиция в партере сродни гарантированной победе. Доминирующий боец имеет полную свободу действий. Хочешь, бей по лежачему сопернику вплоть до полной остановки боя. Хочешь, завершай бой удушающим или боевым приемом. Однако, учат меня там не только борьбе. Вон, видели, да? Такого в партере не получишь. Но про ударную технику и защиту в стойке мы расскажем вам в следующих выпусках. И главное, помните, у нас будет своя UFC с парикмахерами, строителями и корреспондентом. Гость программы «Танец Орла», директор клуба смешанных единоборств «Макан» и организатор набирающих все большую популярность турниров «Стрелка» Евгений Сенгеев. Здравствуй, Женя. Ну, давай начнем с твоего клуба. С вашего, точнее, клуба, да, «Макан». Во-первых, почему такое название? Вот, достаточно необычное. Давай с этого начнем. Добрый день. Название появилось, можно сказать, случайно. Обычно такие клубы называют, ну, принято называть там различными символами. Животные, то, что популярно в нашем регионе. Мы искали что-то местное, но не хотели привязывать это именно там к бурятскому какому-то, потому что этого очень много. Парень у нас тренируется, сейчас он тренер и профессиональный боец. Приехал с севера Бурятии, и он и венг. Предложил название «Амакан». Вот в венкийском языке, кто знает, там очень много различных вариаций названия «медведя». «Амакан» означает «медведь». Но именно «Амакан» означает «медведя в расцвете сил» трехлетнего, такого очень сильного вожака. Вот понравилось слово, выбрали именно его. А сколько членов сейчас в вашем клубе, или как у вас работа построена с теми людьми, которые хотят заниматься смешанными единоборствами? Ну, тут в зависимости от того, какие цели ставит перед собой человек, то есть постоянных членов клуба у нас в районе 30 человек. Но это люди совершенно разные. Есть люди с подготовкой, которые всю жизнь занимались спортом и видят себя в спорте в дальнейшем. Хотят спортивную карьеру, профессиональную карьеру в мире смешанных единоборств. Есть люди, которые занимаются для себя, чтобы иметь возможность защитить себя, своих близких, либо иметь хорошее тело, получить определенные навыки. Как часто проходят занятия? Вот я, допустим, человек, ну не я, конечно, возраст не позволяет, и у меня другие, так скажем, спортивные наклонности. А возраст какой-то определенный есть у вас приема от, допустим, там 14 лет или со скольки лет можно прийти в ваш клуб, начать заниматься, и до какого возраста у вас предел или такого нет? В настоящий момент мы стараемся брать от 16 лет. Есть у нас 14-летние, но это зависит от уровня подготовки. Для людей младше 14 лет есть специальные юношеские группы, детские группы. Мы развиваемся в этом направлении, но детской группы полноценной у нас пока нет. В верхний предел очень сложно определить. То есть к нам приходят люди в районе 40 лет. Естественно, мы перед ними не ставим каких-то там спортивных задач. Они сами перед собой не ставят. Люди чаще всего занимаются для себя, да, у них есть какое-то спортивное прошлое, либо они просто хотят попробовать в жизни еще вот это. Женя, скажи мне, пожалуйста, вот такой культовый, уже можно сказать, фильм, да, культовая книга «Бойцовский клуб», я имею в виду Чака Паланика, книга. Они как-то повлияли на создание такого турнира, как «Стрелка». Там идея самой этой книги, ну и, соответственно, фильма, снятого по этому роману, это вот бунт такой молодежный против общества, потребления, в котором мы так или иначе практически все сейчас живем. Ну, особенно такие страны развитые, да. Или это какая-то другая мотивация людей, которые приходят на «Стрелку», теперь уже к «Стрелке» перейдем? Что их толкает приходить и с незнакомыми людьми биться? Ну, именно, ну, идея, конечно, очень схожая. Именно у нас, почему мы захотели привести «Стрелку» сюда, я не могу сказать, что была прямая ассоциация с «Бойцовским клубом», просто дело в том, что людям это интересно. Интересно людям простым, то есть есть такой определенный барьер у простого человека, как он, если он не занимался спортом с детства, если у него нет спортивной школы, то он себя чувствует, так скажем, далековато от профессиональных спортсменов. При этом в жизни он считает, что он может там и выйти на ринг, как любой мужчина, там, и что-то доказать, показать себя, почувствовать уверенность в себе, что он там может защитить в случае чего. Вот. И вот... Это толкает людей, да? Это толкает людей участвовать, и это дает, так скажем... Выход отрицательной энергии, я так думаю, что это... Да даже она не всегда отрицательная, то есть это часто... Ага, ты с добрым сердцем выходишь бить морду совершенно незнакомому человеку. На самом деле у многих людей масса положительных эмоций, то есть они приходят, и для них это вот сама атмосфера, да, то, что он имеет возможность поучаствовать, то, что против него выходит такой же человек, как он, непрофессиональный спортсмен. Им это интересно, они положительно настроены. На стрелке у нас ни разу не было негатива соперников по отношению друг к другу. Нет, ну это понятно. И быть не должно, в принципе. Такого и там есть спортивная злость, но злости такой вот бытовой, ее как бы нет, и в принципе, я думаю, что и быть не может. Хорошо, отличный ответ. Я абсолютно с тобой согласен и уверен, что так и есть на самом деле. А динамика вот развития турнира, сколько на первом, в первом турнире принимало участие человек, ну, скажем так, спортсменов, неважно. И как сейчас увеличивается число участников, а я не сомневаюсь, что оно увеличивается, причем с такой значительной, если не геометрической прогрессией. Да, вы правы. На первом турнире у нас было заявлено всего лишь семь пар. В итоге создаялось 12 боев, но остальные люди, они сомневались, регистрироваться ли заранее. Они выходили из зрителей. То есть они посмотрели, и эта вот энергия боев, энергия самого турнира, она на них повлияла так, что люди просто там переодевались и выходили драться. Есть такая возможность у нас из зрителей выходить. Вот, сейчас количество желающих у нас постоянно растет, и вот на турнире, который проходил в марте, у нас было 17 боев, и были еще желающие, были вынуждены ограничивать. А там временные какие-то рамки есть, да? Временных рамок нету, но просто количество боев больше 14-12, и это достаточно тяжело для всех организаторов, для рефери в ринге. Жень, у нас время, к сожалению, нашей с тобой беседы заканчивается. Скажи, когда следующий турнир, и что нужно для того, чтобы в нем принять участие тем людям, которые нас сейчас смотрят и захотят поучаствовать в турнире? Следующий турнир пройдет 8 апреля, то есть это вот уже в ближайшие выходные, начало его в 9 часов вечера в баре «Партизан». Желающие поучаствовать еще могут оставить свою заявку на сайте, могут обратиться напрямую в сайт «Ула.трономма.ком». Это такой единый сайт по стране для всех участников «Стрелка». То есть заявка этого бойца, она попадает в наш регион, но ее видят все регионы нашей страны, в том числе там и Питер могут пригласить. Возможности для участия у всех одинаковые, у человека должна быть справка от врача об отсутствии противопоказаний для занятий такими видами спорта. Ему нужно будет сделать страховку от несчастного случая, можно сделать только на период турнира. В принципе, все, взносов у нас нет. Человек подписывает контракт непосредственно на турнире со своим оппонентом и с организаторами. Отличные условия. Самое главное, все, как сказать, здоровье и жизнь человека, они застрахованы, гарантированы. Организаторами, спасибо большое, Жень. Я уверен, что каждый последующий турнир все будет больше и больше собирать не только участников, но и зрителей. Спасибо за участие в программе. Успехов! Спасибо большое. В памяти героя. В Лануде прошел традиционный межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти генерал-майору, героя Советского Союза Илье Васильевичу Балдынову. Как прошли соревнования, расскажем далее. Традиционный межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей и старшего возраста. До 18 лет на этот раз собрал 16 команд. 178 борцов из Лануде, районов республики, а также две команды из Забайкальского края приехали сразиться за звание сильнейших. Схватки шли одновременно на трех коврах в спортивной школе номер 10. Но основная цель турнира не медали и грамоты, а патриотическое воспитание и память о войне и ее героях, таких как герой Советского Союза генерал-майор Илья Васильевич Балдынов. Именно в целях патриотического воспитания он начинался проводиться еще в далеком 1977 году. Нынче 41 турнир. Школу мужества Балдыновского турнира проходили все ведущие борцы нашей республики. Это начиная с заслуженным мастером спорта Бориса Дугданча Будаева, чемпиона мира Европы, Азии, Советского Союза. Здесь прошел, выступал и выходил победителем Сергея Жалсанова Замбалова, заслуженный мастер спорта. Спортсмены к этому турниру подошли с довольно серьезным настроем. Заранее готовились и тренировались, а некоторые поставили себе цель – повысить свой спортивный статус. Очень важно для меня, ну тут можно сделать для себя КМС. И в моем весе очень много сильных соперников, так что нужно потрудиться. Потрудиться действительно пришлось, но многим удавалось закончить схватку раньше времени, уложив соперника на туше. Я знаю, что серьезный турнир, всегда тут сильные борцы, надо выигрывать. Наша команда часто сюда ездит, много выигрывали. Мы очень много сильных, все сильные, нельзя недооценивать противников. Ну все сильные, нельзя говорить, одни слабые, другие сильные. Победители определились в 10 весовых категориях, но насладиться триумфом многим в полной мере не удалось. На следующий же день 70 ребят отправились на первенство Сибирского федерального округа по вольной борьбе в Иркутск. Аюна Чертарова, Вячеслав Батоев, АТВ. Подполковник ФСБ России, кавалер Ордена Мужества Игорь Фурса погиб при исполнении служебного долга. Но память о нем жива, и каждый год в его честь пловцы Бурятии проводят соревнования. Он отлично учился в школе, он был хорошим спортсменом, и вообще он был отличным другом. Очень жаль, что его нет с нами, и очень радостно, что память о нем живет, и она увековечена в этом турнире. Мы выпускники школы номер 14 1979 года, и поэтому наша школа была, наверное, одна из первых школ в городе, где был бассейн, и поэтому мы, наверное, вот действительно, Анатолию Александровичу большое спасибо, он действительно нас научил плавать. Анатолий Попов, тренер Игоря Фурсы, именно он начал проводить соревнования на базе 14-й школы. Теперь же турнир носит статус межрегионального. В этом году на соревнования собрались порядка 200 спортсменов из 15 команд Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Участвуют в нем самые юные пловцы. Спортсмены разделены на две возрастные категории – 2005-2006 годов рождения и 2007-2008. Тем не менее, по словам организаторов, уровень у ребят довольно высокий, а потому на дистанции никто никому не поддается. Наш турнир дает возможность повысить свое спортивное мастерство, то есть выполнить квалификационный, улучшить квалификационный свой разряд. То есть дети, которые выступают на данных соревнованиях, очень серьезно к ним готовятся. Вот приезжие команды, у них для того, чтобы попасть на наш турнир, проходит специальный отбор. Количество команд у нас ограничено, соответственно, везут лучших из лучших. Такая конкурентная высокая борьба у ребят, которые приезжают к нам из других регионов. Готовились, мы серьезно плавали, приходили вчера сюда, готовились к соревнованиям. Из условий у нас приехало 11 человек, 3 девочки и 7 мальчиков. В Лан-Удэ я уже второй раз сюда приезжаю. Этот вид спорта, он как бы развивает технику, дыхание, физические формы. Ну и соревнования, как бы нравится все. Я вот именно на этих соревнованиях первый раз, ну они мне нравятся и очень много сильных соперников. Скажи, как проплыл сам? Ну, к ролям я вроде приплыл третий, а брас первый. Основная задача, это чтобы дети, во-первых, имели возможность здесь посоревноваться, улучшить свои спортивные достижения, обменяться друг с другом. Ну и, конечно, это большая воспитательная задача, патриотическое воспитание, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, преданности Родины. Вот этого мы хотим, чтобы ребята понимали, что такое служба, что такое защита Родины. И самое главное, что такое дружба, что такое спорт. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами, но впереди вас ждет красивая, а главное полезная рубрика «Здоровый образ жизни». Всего вам самого доброго. Увидимся через неделю. Приветствую вас, дорогие телезрители. Мы находимся в физкультурно-спортивном комплексе города Лонде, куда вы можете приходить заниматься любыми видами спорта. А если хочется чего-то новенького и горячего, то сегодня с Леной мы для вас представим тренировку «Зумба Бай Стронг». Это высокоинтенсивная интервальная тренировка с использованием веса собственного тела. Итак, приступаем. «Зумба Бай Стронг» «Зумба Бай Стронг» «Зумба Бай Стронг» «Зумба Бай Стронг» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Занимайтесь спортом, будьте активны и до новых встреч! Продолжение следует...